здравствуйте уважаемые друзья в очередной раз по вашей просьбе давайте изготовим нимфу которая относится классу микро вот как вам видно будем ее изготавливать из тех материалов которые у нас как обычно остаются в неприводности я сразу закрепил нить промазал немножко цевьё клеем и довожу наш люрик с которым мы будем сегментировать тело до самого загиба здесь делаю небольшой вот такой шарик для того чтобы мне симпатично закрепить наш хвостик в качестве тела и всех элементов вот у меня осталось такое крашеное перо это и древесная утка и чирок поэтому что у вас будет серого какого цвета это уже выберите сами берем совсем небольшую вот такую вот щепоточку наших перьев подровняем их и отщипнем если допустим по каким-либо причинам у вас нет такого материала можно заменить на другое перо которое имеется у вас наличии подровняем теперь наш вот так хвостик чтобы он был симпатичным я не отрезаю от основания моего пера мне так будет легче работать длина хвостика у нас будет равняться буквально половина длине цевья стараемся не нарушить вот то что мы с вами подровняли как вот так бородки чтобы они у нас были одной длины и здесь же вымеря в длину нашего хвостика притяжной петлей парочку буквально оборотов накинем и посмотрим какая будет длина это для меня очень длинная начинаем подравнивать наш хвостик еще 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 вот где-то вот так будет достаточно и теперь уже мы можем спокойно подхватить наш хвостик вот так годится теперь для того чтобы нам изготовить с вами тело я беру аккуратно мы будем тело изготавливать из этого же пера которое с вами подготовили аккуратно вот так переламываем если какие-либо бородки у нас будут не поддаваться вот так как у меня отрываться это не страшно их можно будет потом вот так спокойно подвести и подхватить то есть перо у нас нежная но уже когда мы изготовим с вами тело она будет достаточно крепким как вы видите у нас теперь все бородки хорошо держится для того чтобы у нас тело было симпатичным нам необходимо теперь будет с вами про мотать до грудки и сделать небольшую конусность изготовили небольшую конусность для нашего тела и теперь чтобы более качественно держалась наше перо нам необходимо буквально совсем немножечко добавить нашего клея супер клея и выполнить до грудки обмотку стараться не порвать наше перо она очень нежная перодержатель здесь не поможет вот мы с вами выполнили аккуратненько тело и оставшееся перо я также не отрывая и промотал прихватил до цевья до колечка то есть наше потом с вами вот так вот перышко будет служить чехликом берем теперь с вами наш люрекс и выберем для себя тот шаг с которым выполним обмоточку по нашему телу следим друзья за тем чтобы все наши элементы оставались на местах хвостик и все остальное люрекс сам по себе достаточно у нас крепкий плюс к тому же мы наше перо посадили на клей поэтому тело у нас будет достаточно теперь крепким промотали наши наш люрекс и буквально добавим капельку клея перед изготовлением грудочки грудку можно изготавливать практически из любого даббинга который у вас имеется в наличии можно допустим также взять другое перо вот такое оторвать и изготовить лапки то есть как вы для себя допустим выберите так вам будет и это значительно удобней то есть можно и так как я в одном из фильмов уже изготавливал и показывал вам как можно взять допустим перо которое не подходит нам для лапок и и спокойно изготовить эти лапки если по каким-либо причинам допустим вы забыли мы можем конечно так ее изготовить но для этого нам тогда надо будет убрать вот так наше перо это второй вариант чтоб вы знали и теперь нам необходимо с другого пера это уже будет другой вариант изготовления нашей нимфы оторвать перышко вот так его нам подровнять и теперь мы должны с вами выбрать ту величину лапок которая у нас будет соответствовать нашей мушки закрепили вымеряли длину наших лапок довели почти до колечка крепления и теперь я беру совсем совсем немножечко вот так щепоточку это я начисал из меха песца подшерсток который темного цвета можно использовать и серый коричневый какой вы захотите для своей грудки но желательно чтобы сам мех по себе был достаточно мягким и в то же время об обладал какой-то ворсистостью чтобы мы могли немножко потом нашу грудку распушить и формируем нашу грудку она должна быть как вы понимаете несколько пышнее добавим еще немножечко если имеется у вас в наличии допустим заяц можно изготовить эту нимфочку полностью из зайца довольно таки уловисто она таки называется заячья нимфа полностью изготавливается из меха зайца вот так сделали достаточно ее пышной теперь нам необходимо с вами разделить бородки наши пера приблизительно на две равные части вот так если по каким-либо причинам ну не поддается можно слегка намочить перо достаточно податливая само по себе уводим наши бородки вниз и назад и в этот момент берем и теперь формируем сверху чехлик следим за тем чтобы все наши бородочки уходили куда нам надо подтягиваем немножко вот так я обычно подправляю вот так ноготком вы потом уже для себя как вам будет удобно проматываю здесь уже возле колечко так чтобы сюда нам больше не возвращаться и теперь так как нить моя черная и дабинг у меня тоже черный я слегка увожу наши лапки назад переламываю еще раз мою чехлик и уже окончательно вот так там где у нас формировалась наша грудка вывожу нить у нас должна выйти вот такая приблизительная конструкция учитывая то что величина мушки маленькая детализация у нас достаточно хорошая и теперь чтобы 10 раз уже не проматывать на одном и том же месте учитывая то что нить у нас черная чтобы не было контраста я слегка буквально слегка промажу нашу нить клеем и здесь промотаю следим чтобы наши перышки не попадали под нить с клеем и вот так будет достаточно учитывая что нить у нас проклеена я здесь не делаю завершающего узла просто нить срезаем и теперь для того чтобы придать еще большую похожесть с нашей настоящей нимфочкой нам желательно вот так приподнять ножницами остатки пера и буквально пару миллиметров срезать остатки желательно все убрать ну так убрали с вами остатки и как видите вот такая маленькая симпатичная нимфочка готова к работе благодарю вас за внимание до скорых встреч